всем привет дорогие друзья с вами ваш Виталий Вит, вы находитесь на канале русский sim racing и сегодня у нас на обзоре вот такой девайс от fanatec sequential and h shifter повторюсь от компании fanatec и естественно друзья это уже у нас получается доброй традиции с вами да по великой доброй традиции естественно должен поблагодарить нашего многоуважаемого посредника из германии эта компания 4b2.com заказы 4b2.com это уже является знаете как сказать хорошими манерами не надо переживать что вас в процессе отправки нагрузит еще на какую-то цену или еще что-нибудь ребята все делают качественно четко оперативно у меня общая посылка была весом 15 килограмм и естественно на сайте все расписано чем тяжелее посылка тем дешевле вообще поставка стоимость доставки и и того у меня получилось в районе 1100 рублей за 15 килограмм покупаете вы сами напрямую с fanatec платите вы со своей карты да у вас там немецкое имя но она для того чтобы покупал у fanatec а сам как бы немец и немец в вашем лице 4b2.com покупает у вас для вас у fanatec а точнее вы сами оплачиваете потом fanatec отправляет на склад 4b2 и уже потом 4b2 отправляет вам это моя уже сто пятьсотая покупка поэтому я вам до сих пор ее советую этого посредника отвечаю за него но естественно советую вам его в общем я доволен ребятами 4b2 вы супер молодцы итак друзья сразу хочу сказать да что эту коробку я покупал не себе а как я покупал для обзора мне как я вам говорю хоть я иролист как бы да мне совершенно она сама механика но знаете это как для прогулочного дня покататься сам я уже давно на механике не езжу для результата мне механика она как бы не необходима вот поэтому я если меня прям приспичит покататься на механике у меня есть коробка от logitech 25 и какой-нибудь видос запилить пожалуйста я запилю но еще толком не знаю ли может я себе и оставлю говорю это почему потому что вот этот девайс естественно который покупал у fanatec а я наверное после обзора сразу выставлю как бы на авито хотите кто может сразу приобретать вы можете как купить или у меня я выставлю на авито можете сами также через 4b2 заказать у fanatec а цена будет такая же но в целом девайс мне понравился что конкретно сейчас мы увидим в этом обзоре всем приятного просмотра наливайте чай кофе пиво и понеслась итак друзья по упаковке значит ну по упаковке здесь как всегда все шикарно все красиво fanatec вообще молодцы и в продукцию них а молочи на и и упаковку них молочи на я не знаю этой коробкой можно играть футбол и как бы ничего коробки не будет сто процентов во первых и сама коробка тяжелая она сама полностью из алюминий тире наверно дюралюминий помнить советское время был такой лыжные палки делали не из чистого ли меня дюралюминий до дюралей но мне кажется за это потому что я точно не могу определить все покрашено как бы ну но она весом весомая увесистая тяжеленькая если бы она была полностью алюминиевая может быть она была бы и полегче в коробке что у нас тут в упаковке ну провода вот эти вот крепежные т-образные детали я сейчас о них потом дальше расскажу ну и собственно говоря дополнительная ручка даже якобы для секвентального режима но мне она показалась и для h режима удобнее вот ну и собственно вот сама эта красавица вот такая вот у нас красота по качеству вообще ну вообще просто не домотаешься вот эти ребра я теперь понимаю почему взяли фанаток вот эти ребра это знаете что напоминают ребра а я не знаю как сейчас на современных машинах но у меня такого нет раньше на коробках и по моему на старых subaru evicov да даже на коробке был радиатор охлаждения ну то есть знаете как он на что похож как на советских мотоциклах помните радиатор вот этот вот где поршень сам ходит цилиндр да он в таких вот ребрах и вот это вот тоже характеризует подчеркнули фанатичники вот эту вот тему да ну якобы вот прям это же коробка и у коробки есть такие вот поперечные вот эти вот охлаждающие такие вот выступающие алюминиевые части вот но по факту сейчас я буду опять повторюсь дальше рассказывать вот эти вот прожилки они специально сделаны и рисунок подчеркивает и туда вставляется в крайне т-образные значит вот такие крепления секвентальный режим и обратно в h режим все очень вообще просто спокойно плавно без всяких напряженности без каких-то там ключей дополнительных единственно у нас надо ключ шестигранный кстати в комплект не положили его надо я не сейчас вам не буду врать какой то ли четверка то ли шестерка и и вы подкручиваете силу самого вот этого кликов тыка вот этого да надо вам это усилие или не надо смотрите сами меня устроил из коробки даже потом уменьшал очень сильный скоростей включается четко вообще вообще просто не домотаться никакого люфта а есть сразу хочу сказать какой то знаете это и даже не люфт это наверное все таки м такой ход по оси основного ход по оси а самой оси вот как выкрутился вот я сейчас покажу немножечко вот так вот есть и это не говорит о том что это что-то расхлябывание нет это специально делается для дальнейшей наверно выработки наработки на деталях как бы да еще хочу сказать у нас получается наверно с вами последние реинкарнации провод последние коробки у него было несколько по моему три реинкарнации нет все то же самое визуально остается да и уверенным механизме тоже здесь видите вот этот основная ось да и прям перед входом в коробку в тело коробки самой да там была прорезь сейчас они просто-напросто эту прорезь сейчас я вам покажу они ее перенесли выше вот она теперь вот здесь вот просто сквозняк но это наверно для того чтобы сам рычаг наверное отворачивать если вы прям потом когда-то захотите полностью смазать полностью разобрать механизм ну как то вот так далее повторюсь что я как бы изначально покупал этот девайс не себе и поэтому вот показываю вам фоточки до сборки собирал я его его аккуратно взял строительный здоровый уголок проложил изоленту чтобы не поцарапать девайс что все аккуратно то есть можете вообще не переживать если вы лично у меня купить эту коробку все придет к вам не царапанное как бы можете не переживать но здесь я вам показываю низ да здесь никаких вообще вопросов это такие вот г-образные заглушки в которой собственно и вставляется вот эти т-образные вот эти вот как их назвать в направляющие т-образные вот эти вот муфты да наверно так назовем и в них уже естественно чиско сквозь уголок я подхватился к этим муфтам да и сделал такой вот крепеж можно сказать на коленке но получилось как бы вот так естественно я как барри роланда ну я естественно не барри роланд разобрал девайсы разбирать опять же говорю не переживайте это абсолютно также четыре болта по этим же крайним г-образным заглушкам рядом с ним идут четыре болта никакой там не пломбы ничего нет я вам просто показывают какой там механизм то есть у нас сам низ оси значит капролоктановый капролоновой насадкой гуляет значит по нашему n-образному да ну точнее сказать же образному да вот этим направляющим и как бы у нас вот так это все происходит молодцы фонотеки не пожалели смазки вообще прям супер вообще смотрю по механизму тоже если туда внутрь посмотреть естественно дальше не стал разбирать зачем вот механизм у нас естественно идеален в каком плане идеален то что естественно по самим по самой работе мне понравилось это что видно да что основная насос идет по краям два подшипника тоже не маленьких не слабых как бы в этом плане вообще все хорошо ну видно что девайс допиленный конечная версия но вот как то так теперь вот как бы возвращаемся сразу сюда ко мне да ну что ребят могу сказать все конечно шикарно все супер но я опять же повторюсь что я к этим девайсом отношусь спокойно да ну вот есть она есть да ну мне она как бы не горит да очень сильно мне как бы пришлось вот тут это все разбирать вы не думайте что этот подцепил на один болтик как бы и все да во первых надо было еще раз повторюсь аккуратно чтобы ничего не поцарапать это раз но во вторых мне пришлось извините за выражение вот свою вот это вот буду туда вот это вот снять с чем я гоняю это мой самодельный как бы секвенталка с ручником да вот и как бы тоже там кое-что пришлось подсверливать пересверливать ну вот чтобы то пластина встала и не мешал я вам сейчас не буду как бы сейчас за углубляться до забивать вам голову но как бы вот так я это говорю к тому что ребят все для вас многие пишут да как я вам показал машине когда я на почте получал ребят я все делаю по мере возможности по времени не переживайте вы все пишите по поводу значит базы будет естественно обзор ребят я стараюсь все для вас стараясь честно все сказать как бы до чтобы вот прям вы от меня черпали только честную информацию не наигранную как бы не купленную и так далее сразу хочу сказать по поводу цены да ну к ценам мне кажется мы до такой степени уже с вами привыкли поэтому я даже тут вообще не знаю какие-то вопросы 250 евро стоит значит этот девайс ну что сказать ребята этих денег он естественно стоит она просто во первых стоит из-за того что она сделана ну я не конечно не возьму сказать что полностью из алюминия это все-таки на такой дюраль до дюралюминий но не в этом вопрос она тяжеленная прямо основательно видно прям такой ну массивный девайс прям до видно что они говорили под по моему девятьсот семнадцатого что ли типа porsche да и как бы ну действительно видно на что это такого из элитного авто все супер переключение режимов я уже показывал да ну вообще никаких вопросов все и погнали погнали вообще все супер единственное что говорим по цене это решать вам самим 250 долларов стоит да опять же повторюсь как вот размышлять об этой цене много это или немало мне кажется в данном контексте когда у них колеса идут porsche да я кстати его продаю свое колесо тоже на вид она тоже абсолютно новое опять же повторюсь я продаю потому что она у меня просто лежит понимаете я им не пользуюсь я пользуюсь одной баранкой для gt3 походов поездок вот этой формульной баранкой да и для ралли у меня как бы ну вот видите какая эпопея мне даже лепестки не нужны хотя лепестки вы тоже знаете они стоят там по моему 180 евро они мне даже не нужны понимаете для ралли я езжу только вот на секвенталки опять же повторюсь видите как бы но виталий ты же ешь на секвенталки но опять мне сейчас надо городить ручник только из-за того что вот у меня секвентальный режим появился мне надо сейчас как-то это все городить ну ребят это как бы ну немножечко не мое в ралли я привык уже естественно на результат долбить да и как бы вот еще мне нравится то что вот этот хаб есть я теперь могу вешать из своих любимцев как бы до старой баранки вот поэтому ну то есть каждому каждому по потребностям до денег этих естественно он стоит я повторюсь porsche колесо да она стоит 650 евро ну 650 евро ребят а тут 250 естественно денег стоит он даже стоит не то что вот в этом контексте цен она стоит потому что как бы ну потому что он девайс но прям он видно что такой прям массивный девайс еще да она как бы ну стоит этих денег то есть вообще никаких вопросов насколько получается 250 на 8 там 20 с чем-то да получается но извините трастовские до сих пор вот эту жидкую эту коробочку она легче сто раз и и и я ничего плохого не не хочу сказать хотя свое время я ее продал то те 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 эти эти 8 до этот и шифтер вот ну может опять у меня были сырые версии не хочу с углубляться сейчас видео не об этом вот и блин ну она ни в какой сравнении из-за тех по он тоже сейчас просит до сих пор или пятнашку или еще сколько то я уже не помню но ребят тут за двадцать с небольшим но извините это 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 девайс это девайс так сейчас отдел все-таки наушники так погнали ой 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 как ручник хренов когда он там блин ну чё все супер пацаны уау это файл и это файл и это тюра 5 3 5 это 5 5 5 Видите, даже сцепу выжимаю на этот, как его на ручник. Забыл! Ну, короче, как-то так. Единственное, что мне, знаете, что не понравилось в драйверах, когда делаешь первоначальную калибровку. Калибровку, кстати, сразу хочу сказать, что надо вот с такими баранками, где есть вот это вот окошко, чтобы вам видеть, какие скоростя. Смотря, какая у вас база. И мне не понравилось то, что я задний назначал сразу вот сюда, потому что тут нет, как у нас в привычных жигулях, вниз у нас. Я хотел вот сюда, у меня не получилось заднюю туда забиндить. Мне это не понравилось. То есть, пришлось пели-калибровывать, да, и как бы вот сюда вот получилось только заднюю. Вот это мне немножко не понравилось. Хотел сейчас заднюю, заразу, включить, а меня выкинули. Давайте теперь секвентальный режим, да. Что хочу сказать по секвентальному режиму. Ребята, вы понимаете, он как бы, вот смотрите, регулировка жесткости включения вот этого самого клика, втыка вот этого есть, а регулировки вот этого, как вам сказать, там же не втык идет, там просто-напросто, когда мы передвигаем вот эту фишку внизу, да, у нас просто поднимаются вот эти вот, как вам сказать, две параллельно расположенные, как столистые, такие проволоки. И у нас шток попадает между ними, и фактически он вот так вот их, эти столистые проволоки раздвигает. Ну, это жестковато. То есть, я вам к тому говорю, что нет, естественно, нет этой регулировки жесткости. Мне как бы это жестковато и очень длинно. Мне не нужна такая длиннота, понимаете. Да, тут, кстати, надо опять отдать должное. Они учли, наверное, это и в дровах. Тут при малейшем уже включении, ну, не обязательно даже переживать, что ты не до конца не втыкнул, она у тебя переключится, скорость. Ну, блин, ну, вот это вот меня немножко как бы, ну, я не знаю, ну, напрягает это. Я пытался привыкнуть. Можешь, конечно, подольше поездить и можно. Вот, по клику все нормально, он есть, да, все хорошо, по механике вот это все чувствуется. Блин, но... Сейчас объясню. Три, два, один, иди. И жесткий он прям. Хэзэ, зачем я сейчас начал степ уже включать? Ну, прикольно, давно не ездил. Бумпс, caution, one left unseen. ну как то вот так вот как вам сказать естественно надо привыкать естественно надо привыкать но как-то ну есть девайс и нажать не кода степа значит было у меня блин есть девайсы вы знаете да и подешевше да и от наших как бы я сейчас немножко конечно могу забить на обзор и кататься до вот но ребят заключение ну как бы как он сказать ну вот по секвенталу вот такое ну блин я не знаю как бы все вроде все нормально но честно я не могу вот вам наврать не могу кривить душой но вот как то так ну во первых жестко я не в том плане что там я дохляк не дохляк как бы я занимаюсь физической как бы культуры да вот но мне это не нужно вот такой вот ну как бы не знаю ребята не это вот это включение не мое наверное она просто все-таки длинновато было бы она покороче как бы дал покликабель не вот а то у нас вот этот клик получается но вот обязательно надо до конца добить итак друзья подведем итог с вами стоит ли покупать кому покупать этот девайс и вообще стоит ли значит смотрите если вы дрифтер если вы ролист значит помешанные на механических коробках передач на кто ездит преимущественно там на старых машинках вот ну и вообще на механике если вы любители по асфальту короче если вы прям вот частенько вы катаетесь на этой коробке то естественно и если вы располагаете деньгами вы покупаете все с удовольствием этот девайс поэтому ребят смотрите я опять же повторюсь у меня народный sim racing канал да и как бы мы с вами обычные работяги мы с вами пашем наши деньги поэтому вот я так как вот мне он не горит моя вообще sim racing культура она не горит поэтому девайсу поэтому мне он как таковой не нужен чтобы он просто стоял на кокпите это тоже как бы мне я лучше возьму какую-нибудь баранку да к примеру там мне нужную там для ралли может быть побольше допустим 35 мне большая мне вот надо максимум 30 30 31 да вот я сейчас посмотрю но к примеру вот у них есть баранка для дрифта дата с такими красными вот этими спицами с толстыми их две только спицы да но на ней зараза написано club sport я хочу ее купить но блин но мне тоже не охота что тут будет club sport у меня же все таки база не club sport вот я ее жду вот к примеру я лучше допустим вот я по себе говорю я лучше возьму ту баранку да вот какую я жду для ралли опять для себя говорю если вы как бы товарищ вы с деньгами как бы и вы прям вот собираете себе кокпит и неважно вы когда-либо в плане воскресные прогулки это у вас будет эти покатушки и вам чтобы радовала глаз она радовать глаз вам будет она идеальнейший вообще впишется в любой кокпит хоть из стального алюминия но я им дали алюминиевые до кокпиты хоть из черного естественно да тогда естественно вам эту коробку брать то что я сегодня говорил по секвенталу это сугубо лично мое мнение может не обращать на него внимание я просто такой человек механик тире кулибин докапистый да и я говорю на основе того что опять же повторюсь вот на вот этих вещах я уже катаюсь наверное седьмой год и как я привык к своему ходу да и как он меня устраивает понимаете поэтому я базируюсь и я сталкиваюсь на основании того что к чему я привык вот естественно если вам как бы можете слушать только себя вот я вам не кривлю показываю как есть да все четко все строго все прям так массивно кто-то даже может сказать виталь ну даже ты как поклонник ралли и в ралли ну хоть мы видели с вами хоть кенблока хоть wrc машину смотришь ралли карда там тоже такой прям он большой ход то это все понятно аутентичность тут прям зашкалит на сто процентов но в моем случае мне врали надо ехать на скорости мне надо все быстро четко быстро клипка кликабельно мы же с вами все-таки не в реале да а мы с вами находимся в симуляторе да хоть мы там евротрак симулятор это все симулятор хоть там айрейсинг это все симуляции гонки вот поэтому я привык чтобы симуляции гонки мне все было четко все быстро здесь тоже все быстро но вот мне вот секвентальный режим как бы не ась дальше по механике сказал все супер еще раз повторюсь по поводу покупки ребят если у вас есть деньги если вы прям горите механика естественно а брать собственно и нечего мы планика подходим с вами к рынку трасс мастер у меня же он был а когда мне был первый руль т-500 я сразу брал это тх-8 rs как сейчас помню может быть она у меня была сырая может еще чем мне не понравилось то что через месяц после пользования у меня появился такой небольшой люфтик небольшой люфтик вот и мне это бесило 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 и как бы и еще что меня больше бесило она большие ходы у нее не большие ходу тх-8 rs и я до сих пор при перри понижениях особенно допустим вот пятую там до четвертую до вниз я-то вторую кликал то со второй я включал не третью то я пятую кликал понимаете но я так и не привык ней я ее продал перекрестился и сел обратно на 25 на g25 от нее коробку и прям вообще я рада радоваться не мог особенно кто с руками может разобрать эту коробку поставить туда усиленную пружину поставить больше шарик и под шарик еще усиленнее пружину столистенькую маленькую и у вас прям клик будет прям ну как здесь ну не как здесь естественно она массивный но он будет прям чок 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 я даже какой-то степени уменьшал даже пружину я поставил чуть-чуть столисты у меня чересчур был клик мне даже уменьшал честного вот поэтому на рынке на данный момент из девайсов то брать и нечего кто-то может быть скажет там есть 3d принтер там на 3d принтере кто-то продает там да я не знаю абсолютно кто там я не знаю какие цены мне интересует но так как я сам человек механик человек с руками да я никогда не купил бы из 3d принтера тем более сейчас 3d принтер если залазить вы можете найти тот же этот проект вот я бы сделал бы сам если бы мне прям это горело вот поэтому я не знаю сколько ну вот сколько стоит там пластмассовый коробки но наверняка там наверно около десяти но ребят я на 3d принтере это все сам сделаю мне обойдется там все детали я не знаю но в две с половиной тысячи и зачем я буду с микриками с алиэкспресс поэтому ребят тут кстати девайс как бы суперские тут-то явно идут не микрики микрик идет только внизу там видно на фотографию который переключает вам вот этот задвижку до секвентал режим или там допустим h режим да а так там идут или гироскопы как в логитеке скорее всего или я даже не удивлюсь может быть датчики холла как в трастовской ну магнитная посредством магнит поэтому там никаких я специально вам еще раз сейчас покажу фотографии там никаких не торчит микриков уже там внутри механизме поэтому все ребят не хотел делать затягивающий обзор но все-таки затянул если у вас прям вот знаете как вы даже можете меня не слушать просто виталий если вы прям лежит прямо у вас глаз при берите берите эффект вау будет прям вот само исполнение это сто процентов эффект вау прям по механике будет это прям вот вот ну сто процентов сейчас я найду шестигранник или нет да вот нашел я вам сейчас вот покажу эту это у меня намного не на все вот часам даже при вас вот смотрите сделал чтобы на все было читаем сколько оборотов это еще у ее сколько оборотов чтобы сделать на всю вот на все вот у меня включен это просто это это он как бы удовлетворит даже изысканного поэтому вот сейчас делаем вот как у меня было да сколько вот так он был да вот так вот мне даже это много вот ну я не люблю такую кликабельность как бы вот так я вот я люблю вот как бы ну вот так нормально что кстати вот это вот поперечный там стоит естественно все как и давным давно все ходят родного логитека да вот это вот пружина вот так вот по-русски говоря растопырена и между ними вот это вот значит не дает он пружине это вот посредством от этой одной пружины но она естественно столисты никакого люфта как бы все нормально это вам просто говорю да что все равно все содрано с родного логитек еще двадцать пятого и как бы не чураются все да как шарик падает в ямке который за клик отвечает так там шарик и ходит у всех что у фанатеков что у трастов как бы поэтому надо да неуважение к логитеком да но вы теперь-то поняли даже не купленный что мне по барабану что обзоре что фанатек что логитек вот поэтому ребят вот так вот дальше ребят я вижу вы все я вас ценю всех люблю уважаю вы мне пишите виталия давай обзор по директор значит по сравнению директ базы и значит 2.5 ребят он будет я все делаю степенно четко чтобы без всякого обмана понимаете что вы мне верили и вы опять же смотрите как пит у меня старый папа геймер мне надо чтобы еще подошли вот эти вот сейчас мы кстати посмотрим с вами вот эти отверстия они ли они ли мне придется отсверлить вот это вот сама это база на весь эту ее эту когда откручишь этого это просто одной рукой ловишь другой там держишь как бы ну в таком плане неудобно вот она не переживайте обзор будет вот она она пожалуйста все как бы кстати тоже после обзора естественно буду ее продавать это как бы я покупал для обзора вот пока сейчас говорить ничего не буду все супер всем доволен как бы без подключения пока просто то что я как бы и говорил по механике так это все тут четко по механике и есть вот и сейчас вот мне это все надо будет подключать и не знаю если у меня тут отверстия подойдут они или нет да он есть какие-то но я вижу что они уже не подходит может даже мне придется сверлить кокпит и все это ради вас и все это как говорится для того чтобы вам честно сделать обзор без всяких обманов и если повторюсь опять зайдет 2.5 то директ драйв тогда ребята расслабьтесь за такие баблища 1800 евро может быть она и не нужна может быть не знаю ребята ждите все с вами был ваш виталий вид берегите себя своих близких всем вам удачи на реальных и виртуальных трассах и пока пока да друзья самое главное чуть не упустил значит смотрите эта коробка работает не только в паре с устройствами fanatec она может работать и отдельно на пк посредством вот такого вот адаптера покупать его надо отдельно